На прошлой неделе в нашей передаче мы уже касались темы работы семейных врачей и системы здоровья. Сегодня продолжим тему, которая в эти дни волнует многих жителей нашей страны. И сегодня мы поговорим об этой теме с позиции фармацевтов. Как повлияла система здоровья на работу аптек и какие новшества в порядке получения лекарств. Об этом мы говорим сегодня в нашей студии, но вначале смотрим сюжет Яны Рубинчик. Прибавка в бюджет здравоохранения дала возможность добавить средств и на компенсируемые медикаменты. В прошлом году на эти цели ушли 146 миллионов евро. В этом году потратят 161 миллион, то есть на 15 миллионов больше. Изменения коснутся больных псориазом, болезнью крона и язвенным колитом. Если раньше им компенсировали 75% затрат на медикаменты, то теперь все 100%. Это значит, что примерно 11700 пациентов получат большую компенсацию медикаментов с этими диагнозами. И, конечно, в том числе там есть очень дорогие медикаменты, которые пациенту были 200 евро в месяц дополнительная оплата. И, может быть, немножко больше, этим всем пациентам будет 100% компенсация. Зараженные гепатитом С, вирусом, иммунодефицитом и СПИДом смогут получать терапию раньше. Хиватс там была такая, ну-ка, градация. Там такая дефинированная сумма клеток, при которых начинается терапия. Сейчас мы терапию начнем раньше. И получается, что я думаю, что эта терапия будет намного эффективнее, когда начинаешь раньше эту терапию. Будет обновлен список компенсируемых медикаментов и для больных раком и кардио-пациентов. Только пока точно неизвестно, какие именно лекарства попадут в этот список. Министерство здравоохранения надеется, что в этом году удастся добавить туда новые, более эффективные медикаменты. Сейчас Национальная служба здоровья ведет переговоры с производителями. Для каждого медикамента делают оценку, сперва клиническую, какой клинический эффект этот медикамент дает. Потом экономическую оценку, сколько мы можем или должны платить за этот эффект. А потом уже третий, самый болезненный пункт обычно, это влияние на бюджет. Может ли бюджет компенсированных лекарств на какой-то определенный период позволить себе включить вот эти новые медикаменты. От того, на какую цену удастся договориться, зависит то, какие именно препараты можно будет закупить. Все потребности удовлетворить невозможно, но медикаменты нового поколения наконец начнут поступать латвийским больным. В этом году дополнительное финансирование для онкологических больных в связи с медикаментами около 7 миллионов евро, из которых 6 миллионов примерно будут для новых лекарств. И, конечно, у нас интереснее не только получать эффективную терапию, но сперва терапию, которая помогает большему числу пациентов. Чтобы снизить закупочные цены, Латвия пытается кооперироваться с соседями Эстонии и Литвой. В качестве эксперимента вместе закупили вакцины. Вакцины мы начали. Я не говорю, что мы будем останавливаться, потому что, конечно, нам как-то эту силу разговора надо повысить. Будут это в альтийские страны, может быть, мы даже будем смотреть больше в других странах. Это пока в проекте, но мы, конечно, все эти варианты рассматриваем. Всего право на компенсируемые медикаменты имеет 690 тысяч пациентов. В зависимости от диагноза они получают скидку в размере 50, 75 или 100 процентов.